Добрый день, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем изучение общей биологии. Тема урока – понятие об эволюции, возникновении и развитии жизни на Земле. Сегодня на уроке мы совершим путешествие в историю возникновения и развития жизни на Земле. Узнаем, что же такое эволюция. Сформируем понятие об естественном и искусственном отборе. Итак, что же такое эволюционное учение? Это раздел биологии, изучающий общие закономерности и движущие силы исторического развития органического мира. Эволюционное учение рассматривает причины и механизмы возникновения и развития жизни на Земле. Эволюция от латинского evolution – развертывание – это необратимое историческое развитие живой природы. Термин «эволюция» был введен швейцарским натуралистом Шарлем Боне в XVIII веке. Первая попытка систематизировать и обобщить накопленные знания о растениях и животных, а также их жизнедеятельности, была осуществлена Аристотелем в IV веке до н.э. Аристотель описал более 500 видов животных и расположил их в определенном порядке, от просто устроенных к наиболее сложным. Намеченная Аристотелем последовательность тел природы начинается с неорганических тел и через растения идет к прикрепленным животным – губкам и асцидиям, а также к подвижным морским организмам. Аристотель и его ученики изучали также строение растений. Аристотель различал две стороны – материю, обладающую различными возможностями, и форму, то есть душу, под влиянием которой реализуется данная возможность материи. Он различал три вида души – растительную или питающую, присущую растениям и животным, чувствующую, свойственную животным и разум, которым помимо двух первых наделен только человек. На протяжении всего средневековья труды Аристотеля были основой представления о живой природе. С установлением христианской церкви в Европе распространяется официальная точка зрения, основанная на библейских текстах. Все живое создано Богом и остается неизменным. Такое направление в развитии биологии средневековья называют креационизмом, от латинского «creation» – создание творения. В эпоху великих географических открытий в 15 веке внимание к биологии возросло, так как из-за открытия Америки на евроазиатский материк из Индии и Америки было зависено много новых видов животных и растений, которые быстро нашли применение и стали играть важную роль в экономике многих стран. Например, корицу, кукурузу, табак. Ученые активно занимались описанием новых видов, пытались привести к системе. Ботаники и зоологи описывали множество новых, невиданных ранее растений и животных. В практических целях они указывали, какими полезными или вредными свойствами обладают эти организмы. Потребность упорядочения быстро накапливающих сознаний привела к необходимости систематизации их. Создаются практические системы, в которых растения и животные объединяют в группы в зависимости от их пользы для человека или приносимого им вреда. Например, выделяли лекарственные растения, садовые или огородные культуры. Идея о постоянстве, неизменности и изначальной целесообразности природы. Понятие «домашний скот» или «ядовитые животные» служили для обозначения самых разных по своему строению и происхождению животных. Вследствие удобства практическая классификация видов применяется до сих пор. Однако ученых классификация живых организмов по признаку полезности удовлетворить не могла. Они искали такие свойства, которые помогли бы объединить растения и животных в группы по сходству в строении и жизнедеятельности. Первоначально в основу систематики брали один или небольшое число произвольно выбранных признаков. Понятно, что при этом в одну и ту же группу попадали совершенно неродственные организмы. На протяжении 16-17 веков продолжалась работа по описанию животных и растений, а также их систематизации. Большой вклад в создание системы природы внес выдающийся шведский естествоиспытатель Карл Линней. Он описал более 8 тысяч видов растений и свыше 4 тысяч видов животных. Установил единообразную терминологию и порядок описания видов. Линней – создатель единой системы классификации растительного и животного мира. В царствах природы, например, растения, животные, минералы, он выделил таксоны. Это соподчиненные группы – классы, отряды, роды и виды. Он объединил сходные виды в роды, сходные роды в отряды, а отряды в классы. Линней был установлен принцип соподчиненности систематических групп, соседние из которых связаны не только сходством, но и некоторой степенью родства. Чем ближе расположены группы друг к другу, тем больше степень родства. В системе Линнея самым крупным таксоном был класс, самым мелким вид разновидность. Линней закрепил использование в науке бинарной, то есть двойной номенклатуры для обозначения видов. С тех пор каждый вид называется двумя словами. Первое слово означает род и является общим для всех входящих в него видов. Второе слово – собственно видовое название. С развитием науки в систему были введены некоторые дополнительные категории – семейство, класс и так далее. А высшим таксоном стал тип. Например, царство животные, тип хордовые, класс млекопитающие, отряд хищные, семейство медвежьи, род медведи, вид бурый медведь. Среди философов и естествоиспытателей 17-19 веков была распространена и иная система представлений об изменяемости организмов, базировавшиеся на взглядах некоторых античных ученых. Такое направление в развитии биологии носит название трансформизма. Трансформизм – это материалистическое представление, идея которого заключается в естественном возникновении мира и его постепенном развитии и обновлении. Трансформисты допускали возможность целесообразности реакций организмов на изменения внешних условий, но не доказывали эволюционное преобразование организмов. Сторонниками трансформизма были Бюфон, Гук, Ламерти, Гёте и многие другие. Открытие микроскопа в 17 веке и его применение в биологических исследованиях сильно расширили кругозор ученых. Оформилась как наука-эмбриология. Это наука, изучающая развитие зародыша. Также возникла палеонтология – наука об окаменелых ископаемых животных и растениях. Ученым, создавшим первую целостную теорию эволюции живого мира, был выдающийся французский естествоиспитатель Жан-Батист Ламарк. В отличие от многих предшественников, теория эволюции Ламарка опиралась на факты. Мысль о непостоянстве видов возникла у ученого вследствие глубокого изучения строения растений и животных. Сам термин «биология» был введен им. Ламарк предположил, что природа последовательно создавала различные существа от примитивных к более сложным. Одной из главных причин образования новых видов является постепенное изменение условий окружающей среды. На основе сходства Ламарк выделил 10 классов беспозвоночных вместо двух классов улинея, такие как насекомые и черви. Среди них такие группы, как ракообразные, паукообразные насекомые, сохранились до наших дней. Другие группы – моллюски, кольчатые черви – возведены в ранг типа. Можно сказать, что Ламарк заложил основы естественной системы классификации. Создатель первой эволюционной концепции в труде «Философия зоологии». Он создал естественную систему животных, основанную на принципе родства между организмами. Ламарк определил причины эволюции. А. Это любое изменение условий обитания влечет за собой изменения в потребностях животных. Б. Это приводит к новым действиям животных и появлению новых привычек. В. Животные начинают чаще пользоваться органами, которые раньше практически не использовали, что приводит к развитию и увеличению этих органов, а при необходимости появляются новые органы, возникающие усилиями внутреннего чувства. Также Ламарк объединил идею об изменяемости видов с идеей прогрессивной эволюции. В эволюционном учении Ламарка главным фактором эволюции считалось прямое влияние среды. Ламарк сделал большой акцент на упражнения и неупражнения органов, результаты которого передаются по наследству. Движущей силой эволюции Ламарк считал стремление организмов к прогрессу, но он не мог объяснить, почему она возникает, а также почему следует полагать, что изменения по действиям окружающей среды передаются по наследству. Взгляды Ламарка на механизм эволюции оказались ошибочными. Чарльз Дарвин – это великий английский ученый, разработавший научную теорию эволюции живой природы на основе синтеза и большого количества фактов из сельскохозяйственной практики и науки. Он изложил свои взгляды в труде происхождения видов путем естественного отбора в 1859 году. Предпосылки возникновения теория Дарвина носят социально-экономический характер. Это развитие капитализма в Англии, крупнейшей промышленной и колониальной державе, интенсивный рост городов, требовавший повышения продуктивности сельского хозяйства, а также выделяют научные предпосылки. Это успехи в систематике растений и животных, создание клеточной теории, развитие биогеографии, эмбриологии, сравнительной анатомии, палеонтологии, а также эволюционное учение Ламарк. Следующей научной предпосылкой является большая селекционная работа и многочисленные научные экспедиции. Чарльз Дарвин в качестве натуралиста попадает на корабль «Бигль» и отправляется на целых пять лет в кругосветное путешествие для картографических съемок. Во время путешествия наблюдения, сделанные им, заставили Дарвина задуматься над причинами сходства и различий между видами. Главная его находка, обнаруженная в геологических отложениях Южной Америки, это скелеты вымерших гигантских неполнозубых, очень сходных с современными броненосцами и ленивцами. Еще большее впечатление произвело на Дарвина изучение видового состава животных на Галапагосских островах. Дарвин обнаружил близкие виды вьюрков, сходных с материковым видом, но приспособившихся к разным источникам питания, к твердым семенам, насекомым, нектару цветков и растений. И ему пришла в голову разумная мысль, что птицы попали на остров с материка и изменились вследствие приспособления к новым условиям обитания. Таким образом, Дарвин ставит вопрос о роли условий среды в видообразовании. Вернувшись в Англию, он поставил перед собой задачу разрешить вопрос о происхождении видов. Дарвин сосредоточил свои усилия на раскрытии механизма эволюционного процесса. С этой целью он обратился к практике сельского хозяйства в Англии. В этой стране вывели к этому времени 150 пород голубей, много пород собак, крупного рогатого скота, кур и так далее. Выводились сорта культурных растений. Сторонники постоянства видов утверждали, что каждый сорт, каждая порода имеют особого дикого предка. Дарвин доказал, что это не так. Посмотрите на породы домашнего голубя. У них не одинаковые пропорции тела, размеры, оперения, хотя все они происходят от одного общего предка – скалистого голубя. Все породы кур происходят от дикой банкивской курицы. Домашние утки от дикой утки. Породы кроликов от дикого европейского кролика. Предками собак был волк, а для некоторых пород, возможно, шакал. При этом породы могут очень резко различаться. Различаются между собой и сорта капусты. От одного дикого вида человеком получены качанная капуста, цветная капуста, кальраби, кормовая капуста. Сорта растений и породы животных служат для удовлетворения потребностей человека, как материальных, так и эстетических. Они созданы самим человеком. Так каким же образом? Итак, под искусственным отбором понимается процесс создания новых пород животных и сортов культурных растений путем систематического сохранения и размножения особей с определенными ценными для человека признаками и свойствами в ряду поколений. Дарвин выделил две формы искусственного отбора. Это сознательный или методический отбор и бессознательный отбор. Методический отбор заключается в том, что селекционер ставит перед собой определенную задачу и ведет отбор по одному-двум признакам. Это приводит к большим успехам. Например, полудикая корова дает удой в 700-800 литров молока в год, а отдельные особи современных молочных пород – до 10 тысяч литров. Разное строение имеют породы собак. Например, мопс, шпиц, немецкая овчарка, алабай. Условия успеха методического искусственного отбора – это большое исходное число особей. Бессознательный отбор – это такой отбор, когда человек не ставит цели вывести какую-то определенную породу или сорт. Например, всегда убивали и съедали в первую очередь худших животных, а более удойная корова или хорошо несущаяся курица сохранялись для размножения. Естественный отбор. Что же это такое? В природе накапливаются признаки, которые полезны для организмов и вида в целом, в результате чего образуются виды и разновидностей. У представителей диких видов животных и растений наблюдается индивидуальная изменчивость, и она представлена очень широко. Индивидуальные отклонения могут быть полезными, нейтральными или вредными для организма. Все ли особи оставляют потомство? Все организмы оставляют значительное, а иногда очень многочисленное потомство. Например, одна особь сельди выметает в среднем около 40 тысяч икринок, а осетр – 2 миллиона. Поэтому Дарвин приходит к первому выводу. Любой вид животных и растений стремится к размножению в геометрической прогрессии. Но до взрослого состояния доживают единицы. Причины гибели разнообразны – недостаток корма, нападение врагов, неблагоприятные условия среды, такие как засуха, сильные морозы, высокая температура и так далее. Отсюда следует второй вывод – в природе происходит непрерывная борьба за существование. Что же такое борьба за существование? Это совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды. Дарвин выделяет три основные формы борьбы за существование. Это межвидовая борьба, внутривидовая борьба и борьба с неблагоприятными условиями среды. Примеры межвидовой борьбы – волки и лисы, которые охотятся на зайцев. Между волками и зайцами, а также между лисами и зайцами, также идет напряженная борьба за существование. Отсутствие добычи обрекает хищников на гибель. Конкуренция между видами – это показатель межвидовой борьбы. К межвидовой борьбе относятся и взаимоотношения в форме паразитизма. Внутривидовая борьба – это борьба между особями одного вида за потребности в пище, территории, за самку. Поэтому конкуренция между ними наиболее острая. Например, львы вступают в борьбу с представителями своего вида за право обладания прайдом. Борьба с неблагоприятными условиями внешней среды. Факторы неживой природы оказывают огромное влияние на выживаемость организмов. Много растений и животных гибнет в холодные зимы. При недостатке кислорода в воде погибает рыба. Ребята, давайте сформулируем основные положения эволюционного учения Чарльза Дарвина. Первое. Организмы обладают способностью к изменчивости. Второе. Различия между организмами передаются по наследству, по крайней мере, частично. Любые организмы теоретически при благоприятных условиях могут размножаться в геометрической прогрессии. Результатом борьбы за существование является естественный отбор, суть которого заключается в способности к выживанию наиболее приспособленных к данным условиям организмов. Итак, ребята, сегодня на уроке мы с вами узнали историю возникновения и развития жизни на Земле, познакомились с понятием эволюции, сравнили искусственный и естественный отбор. Большое вам спасибо за внимание и интерес. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok